Всем привет! Сегодня я бы вместе с вами хотел бы снять небольшой обзорчик на сварочный аппарат инверторный марки PIT. Модель данного аппарата PMI200D. Данный аппарат на сегодняшний день является самым бюджетным сварочным аппаратом в своем классе, работающим при пониженном напряжении от 170 вольт. Данная модель комплектуется сварочным кабелем с электродержателем, сварочным кабелем с зажимом массы, защитный щиток также идет в комплектации сварки, ну и плюс щетка. Максимальная потребляемая мощность сварочного аппарата на максимальном токе 200 А составляет 4000 Ватт. Диаметр электрода, которым варит данная модель сварочного от 1,6 до 3,2 мм. При учете, что напряжение в сети будет стабильное. Если напряжение упадет до 170, то я думаю, этот аппарат будет тянуть только двойкой. То есть ток, я еще раз повторюсь, 200 А. С завода-изготовителя весь электроинструмент PIT приходит в пленке защищенной. То есть вы это должны все видеть. Вот такая вот упаковочка у него. Так, что тут еще у нас? Продолжительность нагрузки у данного аппарата идет 60%. Класс защиты у данной модели идет IP21. Все характеристики, они вот здесь. Я думаю, их видно хорошо. Сейчас пленочку попробуем снять, открыть аппарат. И посмотрим, что у нас внутри. На мой сегодняшний день стоимость этого аппарата составляет 3200 рублей. Запах, конечно, есть от кобелей, неприятный совсем. Все это свалено вот так. Должно быть видно. Давайте посмотрим, что идет ремешок в комплекте. Запечатанный пакет. Попробуем его достать. Вот такой вот ремень. Кабель с зажимом массы. Длина кабеля полтора метра. Кабель с электрододержателем. Электрододержатель стоит на 200 А. Кабель не очень мягкий. Думаю, что на морозе сразу же лопнет. Стоит заменить кабеля. В комплекте идет щетка. Такая вот масочка идет в комплекте тоже с аппаратом. То есть на первое время, чтобы его протестировать, я думаю, этой маски достаточно будет. Если мало ли кто-то захочет, то можно приобрести маску хамелеон. В нашем интернет-магазине маски от 700 рублей. Сам аппарат у нас идет с двух сторон обложен пенопластом. Также с завода-изготовителя все аппараты идут в пакетах. Вот он красавчик. За которого так просто наши покупатели отдают 3000 рублей. То есть есть индикатор. Сейчас мы попробуем его в сеть включить. Посмотреть, как он реагирует на повышение тока. Вентиляционные отверстия идут по бокам. Обратите внимание, что у данной модели есть функции. Это работать от пониженного напряжения. Также идет у нас легкий старт. Антизалипание. Стабилизация дуги. Вентилятор идет, выключатель. Ручка. Удобно переносить. С помощью ремня можно его носить на плече. Также в комплекте идет инструкция по эксплуатации. И стекло для маски. Обычная стекушка. Все. Больше ничего здесь нет. Я думаю, что за эти деньги комплектация и так хорошая. Давайте попробуем запустить этот аппарат. И посмотреть, как у него работает на охлаждение вентилятора. Мне почему-то кажется, что он просто будет пищать. Как обычный компьютерный кулер. Давайте включаем его. Идет задержка небольшая. Аппарат запустился. Я думаю, что он не слышно, как он работает. Так вроде сделано все качественно. По бокам охлаждение чувствуется, что есть. Давайте попробуем листочка проверить этот. Вот где-то так только дует оттуда. С этой стороны чуть больше. Ток регулируется тоже. Регулируется. Давайте посмотрим плавно. Нет. Я думаю, что если захотеть выставить 20 ампер, то в принципе это несложно сделать. Давайте попробуем сделать 100 ампер. Или 110. Регулировка плавненькая. Думал, будет гораздо хуже. Смотрите, видно даже, что выставить идеально 110 ампер не получается, так как кто-то туда-сюда скачет. Вот. Все получилось у нас. Так что, ребята, если планируете научиться пользоваться сварочным аппаратом и бюджет у вас ограничен, то присмотритесь к этой модели. Легкий, удобный, компактный. Единственное, нужно сразу же заменить кабеля, но я думаю, что это не проблема. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...